Дорогие друзья, здравствуйте! Я Наталья Фесик, преподаватель учения «Древо жизни» Аркадия Петрова. В этом сентябре исполнилось уже 11 лет моего преподавания «Сакральная цифра». Так же, как и многие из вас, прежде чем прийти к этому учению, я познакомилась с трехтомником «Сотворение мира». Я почувствовала этого автора, почувствовала его потрясающую, несокрушимую силу, знаете в чем? В гуманизме. Вот эта любовь к человеку, который пронизывает и то, что он передает, и то, как он это передает, он обращается ко всем без исключения, и в каждой его строчке, у каждого читающего книги будет одно и то же общее состояние. В меня верит автор, потому что он мне показывает, что я смогу это сделать, смогу восстановить свое здоровье, восстановить утраченные органы, исправить ситуацию в своей жизни. Почему? Потому что им руководит любовь. Нет, не страсть, разрушающая, ревнивая. Любовь, как вера в созидательные возможности человека. Я, как искусствовед, музыковед, знакомилась с книгами Аркадия Петрова и фактически пришла в его центр в свое время за двухтомника о Тютчеве. У меня не было, к счастью, проблем со здоровьем, но его книги о Тютчеве были настолько интересны, что я была очарована, повторяю, автором. А сегодня в новом издании его книг вы сумеете познакомиться и с его писательскими достижениями. Это достижение, потому что о Тютчеве писали очень мало. Один документальный роман, второй роман вообще потрясающий, «Небесный огонь», который, вы знаете, он снимает все вопросы вообще. Что такое Крым, чей Крым и почему? Потому что герои – это наши русские люди. И вы прочтете это с огромным, захватывающим удовольствием. Да, это война и мир, только немножко в другом ракурсе, ближе к нам, и, может быть, в этом смысле актуальнее. Затем вы узнаете, каков был журналист Петров. Вы узнаете его чисто человеческие качества, бесстрашие, несгибаемости перед какими-то диктуемыми условиями, ехать и отстаивать права обманутых, угнетенных, угнетенных системой, понимаете, людей. А потом поэзия. Читайте его стихи. Вы получите столько радости и удовольствия и высоким поэтическим словом, и тем юмором, который часто сопровождает его глубочайшие исследования, касающиеся именно древа жизни, древа Сефирот. Прочтите книгу «Кто ты человек?». Вы узнаете столько о себе, о человеке как таковом. А ведь никто по-настоящему из глубоких философов, из философских доктрин ничего другого не изучает, кроме как человека. Нет другого предмета на земле, нет другого вопроса, который следовало бы так изучать. И вы познакомитесь в этой книге. А дальше? А дальше? Исторический ракурс. Пожалуйста, не делай, не ройся, не читай, не трать время. Я сделал это для тебя, для того, чтобы ты просто поверил, чтобы ты был спокоен, что не я в кабинете придумал это учение. Я очень много над ним размышлял, я извините, говорю от имени автора. Я очень много перелопатил материала. И я тебе даю опору, от которой ты можешь идти дальше. Я тебе даю историческую справку, где, у какого народа, как существовали взгляды на этот вопрос. Как устроен мир, а значит, как устроен человек, потому что мы являемся микрокосмом. Дорогие друзья, еще скажу об одной практической ценности этих книг. Находясь в вашем доме, они будут вашими, ну так, ангелами-хранителями, потому что их вибрация будет структурировать ваше пространство. И ваши какие-то, может быть, типичные для вас проявления неуравновешенности, несбалансированности будут убывать. А как эти книги чувствуют дети? Мой четырехлетний внук, когда появляется у меня, он достает, книги лежат на открытом месте, и вокруг себя на ковре выкладывает книги. Его мама говорит, я ничего не понимаю, почему он это делает. Я говорю, это ты не понимаешь. А он понимает, что от этих книг идет добро, от них идет свет, и ему уютно находиться в их окружении. И еще, эти книги – ваш поистине зрелый человеческий подарок вашим близким. Потому что пусть они не сразу откроют страницу и прочтут ее, и тем более, может быть, поймут, но то, что это уже начнет взаимодействовать на том невидимом уровне, это уже будет здорово. Понимаете, все остальное закончится. Завянут цветы, износится одежда, которую вы подарили, а книга, она останется всегда. И это всегда разговор с автором. Понимаете, вот эта сонастройка. Книга – это тот ваш преданнейший товарищ, проводник, который всегда будет с вами и всегда будет готов дать вам ответ на все интересующие вопросы. Может быть, не все разделяют такое отношение к книге, Но поверьте мне, существует фраза «рукописи не горят». И это вот о той глубине знаний, которая заложена в книгах. А у Аркадия Петрова – это знание философа, это манера поэтического изложения, и это человеческая любовь гуманиста, который хочет, чтобы все люди, вот поистине все люди были здоровы и счастливы. Ну, скучно идти тонкими рядами в будущее. Надо быть всем вместе. Я вам желаю всего самого доброго, искренне и от всего сердца. До встречи!